Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! И, наконец-то, роллы по многочисленным просьбам в комментариях. Сколько бы я ни снимала роллы, все равно все пишут, что давай, Айка, опять роллы. Здесь доставка выглядит не особо, но на самом деле это очень вкусные роллы. Вот, например, вот эти здесь шапочка сырная. Обалденные роллы, очень вкусные. Пить мы с вами будем фантом. Ну, сделала сегодня кое-как макияж. В последнее время пытаюсь как-то экспериментировать с макияжем. Получается, правда, не очень. Помада тоже какая-то дурацкая. И давайте приступим. Я очень голодная. Начнем, пожалуй, с этих роллов. Они с крабовой палочкой и сырной шапочкой. Вау! Прошлый раз я не снимала видео, просто заказала с подружкой покушать. И нам очень понравились эти роллы, хотя они выглядят кривыми и косыми, но что очень вкусные. Прям вот супер. У меня видео выходит немножко с опозданием. У меня есть два видео, которые до сих пор не вышли. Я даже не знаю, одно из них стоит ли выкладывать или нет. Снимала я его настолько давно, что я уже даже не знаю. В общем, под последним видео было очень много комментариев касательно книги, которые я читаю. Люди мне писали, почему нельзя сказать название книги. Тебе что, завидно? Тебе что ли, жалко? Да не жалко мне, конечно. Просто дело в том, что на обычных форумах в интернете эту книгу вы найти не сможете. Это авторская книга. И я ее нашла ВКонтакте, в сообществе. Там ее можно приобрести. Я ее приобретала именно там. Там некоторые мне писали в комментариях название популярных книг по экономике, вообще по инвестиции и так далее. Но это не она. Кому интересно, я оставлю вам ссылочку. Обязательно переходите. Там есть первый пост, где немного истории этой книги. Ознакомьтесь. А дальше уже книга. Для меня лично она сделала очень много открытий. Я много чего поняла для себя. Много чего в моей голове просто перекрутилось. Вы знаете, что абсолютно недавно я собиралась покупать машину Кио Оптиму. И даже ходила, смотрела варианты, снимала для вас влог. Все это запечатлило. Не знаю, куда девать теперь этот влог. Я потратила внушительную сумму денег, потому что каждую машину, которую мы рассматривали, мы отвозили на диагностику, а, естественно, диагностику никто бесплатно тебе делать не будет. Какие-то машины, например, рекомендовали, какие-то нет. На одной мы остановились, потом не договорились в цене. И мне кажется, это была судьба. Потом я наткнулась на эту книгу. Я поняла, что я просто могу эти деньги умножить вдвое, правильно их инвестируя. Вообще, в любой кризис кто-то богатеет, а кто-то беднеет. Я буду эти деньги вкладывать и их приумножать. Во что я буду вкладывать? Что я буду делать? Пока что я делиться не хочу. Потому что все-таки это каждый решает сам. Роллы какие вкусные. Это прям нечто. Я вам оставила ссылочку. Хотите, перейдите, посмотрите, ознакомьтесь. Вот если бы эта книга мне попалась бы например, в лет 16, я бы думаю, много чего я бы поменяла в своей жизни. Сейчас бы я жила намного лучше. Это просто кажется, как слова. На самом деле, это все элементарно. Я раньше даже не знала, что такое фондовый рынок. Я сейчас тоже, конечно, не супер профи, но после прочтения этой книги я не говорю, что вы станете миллионером. Как некоторые, например, курсы блогеров. После моего курса ты станешь миллионером, миллиардером. Ничего подобного. Но факт, что деньги, которые у тебя есть, можно приумножать. Даже если это тысячу долларов. Нужно, спустя, можно покупать акции, например, например, Google, Apple. Вы будете получать дивиденды. Плюс эти акции только будут расти в цене. Да много всего, реально. Я просто поняла, в каком направлении мне двигаться. опять же, моя хорошая, мне не жалко. Пожалуйста, переходите, обязательно скачивайте, приобретайте книгу, делайте для себя выводы. Там автор просто рассказывает свой путь, начиная с самого начала, с бедности, как он стал миллионером. Показывает все инструменты, рассказывает подробно об этом. Я люблю подобные вещи. Даже могу вам в комментариях тоже закрепить, чтобы было удобнее. А то, когда я говорю инфобокс, некоторые меня спрашивают, а что такое инфобокс? Это же описание. Когда я говорю, вы можете найти в описании, мне пишут, что такое описание. Это же инфобокс. Так как я живу в одной стране, моя аудитория в другой. Да и вообще, я постоянно говорю на трех языках минимум просто, постоянно говорю, каждый день. Иногда, когда я говорю, например, на азербайджанском, у меня выскальзывают русские слова. Вот. Не в зависимости от меня. Когда я говорю, например, на русском, прям мне хочется что-то сказать на азербайджанском. Я всегда завидовала людям, которые могут прям контролировать и чисто говорить на одном языке. Я работала в строительной компании, у нас был коллега, я всегда поражалась ему. Он сидел почти напротив меня. Вы знаете, впервые я видела такого человека, который настолько грамотно говорит на четырех языках. Мы работали с разными компаниями. Получается, например, сейчас звонит турок, и он там быстро переключается на турецкий язык и начинает рассказывать о свойствах аппаратов для сварки. То есть, это такие термины надо знать. И он настолько быстро это говорит, настолько четко, настолько красиво. Потом кладет трубку, через буквально минуту звонит ему какой-то англичанин из Сокара. И он вот с этой же скоростью объясняет ему о чем-то. русский язык чистый. Вот когда этот человек говорит, он ни капли не запинается. Просто дыр-дыр-дыр-дыр-дыр он это все говорит, и просто вау, ты такая сидишь думаешь, бог мой, как ты можешь это делать? Как ты это делаешь? У меня в голове просто эррор, ошибка. Когда я говорю на рискинском, у меня вообще половина слов это азербайджанские, половина слов это русские. Я вот еле сдерживаю себя, когда на мукбанках разговариваю на русском, чтобы не сказать ничего на каком-то другом языке. Не знаю, либо люди натренированы так, либо это генетически. Я всегда завидовала таким людям, полиглотами их называют еще. Сегодня мы планировали в аквапарк. Уже все запланировали, назначили время, выбрали место, и бац, так холодно. Вообще, последние где-то 4-5 дней такой холодный ветер и прохладно на улице. Я так давно хочу в аквапарк, все никак. Маме предлагаю, мама не хочет, мама говорит, я комплексую по поводу вес. Я говорю, мам, ну там разные люди, зачем комплексовать? Брат с женой, они вот часто едут, но они по большей части на море едут, а я люблю именно аквапарки. Не то, что я люблю аквапарк, после последней ситуации со змеей, я просто боюсь ехать на море. Плюс еще в ТикТоке увидела столько видео, как плавают там в море змеи, все, меня туда ни ногой не загонишь. Я поела, наелась, было очень вкусно. Ссылочку на книгу я оставила, переходите обязательно. На этом все. Всех люблю. С вами была Айка. Пока.